итак уважаемые друзья я абсолютно всех вас приветствую и сегодня как вы уже догадались мы отправимся смотреть два города это сравнение россии и сша как вы это любите и по частым запросам в комментариях фигурировал город якутск и наконец мы его посмотрим конечно же за это спасибо огромное заказчику который предложил осуществить данную идею мы сравним якутск с его непосредственно по братимам штате аляска северный штат сша это город фэрбэнкс ну и давайте же приступим ну а начнем мы пожалуй с улиц которые ведут из самого города это автомагистраль рядом с городом фэрбэнкс и и посмотрим каком же она состоянии да конечно северный штат он очень сильно отличается от основной части соединенных штатов америки и поэтому здесь будут какие-то и более негативные моменты вот например я уже вижу что рядом с тротуаром не совсем ухоженный газон но в целом я смотрю картина довольно неплохая для окраины города из таких вот плит здесь все это выложено тоже довольно необычно чем-то напоминает некую такую мозаику пазл неплохое качество дорожного покрытия неплохой бордюр посмотрите на обочине тоже выложено все под ливневый сток такие вот люки вмонтированы в тротуар ну конечно местами тротуар вполне обычный здесь он довольно неплохой выложен из плит там это просто асфальтированное покрытие ну что как вам кажется для окраины города как вам этот вид единственное к чему бы я здесь придрался это наверное какие-то вот как я уже упоминал участки на газонах немного не вытоптаны выглядят как говорится под затоптанными под запущенными но самое главное качество дорожного покрытия она здесь неплохое имеются столбы светофоры нет никаких проводов над землей это тоже очень важно перейдя на противоположную сторону от этого моста где тоже расположена автомобильное движение мы видим что весьма даже неплохо выглядит газон и растительность вполне так ухоженно чисто приятно смотрится на вот этой вот автомобильной развязки мы видим что имеются тротуарные дорожки но общем то вполне приятные впечатления от окраины этого города приступаем городу якутск посмотрим как здесь обстоят дела с такими местами здесь я тоже нахожу такую крупную автомобильную дорогу которая ведет непосредственно сам город якутск и что хочется отметить ну вы знаете вполне не такая уж и плохая картина вообще в целом крупные автомобильные дороги в россии они худо-бедно но выглядят неплохо и здесь радует что асфальтированное покрытие она выглядит достойно имеется разметка но вот не радует большое количество мусора природа конечно приятно смотреть на такие вот высокие сосны но вот забор сплошной он тоже немножко подпортил картину продвигаемся чуть дальше хочется оценить дорожную инфраструктуру значит у нас здесь отсутствует обочина бордюр ну конечно это никуда не годится видите что у нас здесь таким вот образом выглядит граница между условно назовем его газон и дорогой по поводу проводов над землей в фэрбингсе мы не заметили ни одного провода который шел бы над дорогой здесь это в большом количестве сами стал бы вот такие вот деревянные при этом я так понимаю это лэп могу ошибаться но если это действительно так то конечно тут без комментариев крест-накрест прибитые бревна здесь вот таким вот образом буквой п все это расположено какие-то сопли идут разные стороны но и вот эти вот овраги которые расположены рядом с дорогой единственное что здесь я могу похвалить это опять же качество самого непосредственно асфальта который положен на эту автомобильную дорогу здесь все-таки какой-никакой но нахожу я тротуар даже имеется вот такое вот металлическое ограждение но это только в одном месте да конечно думал что здесь хотя бы будет какой-то положительный момент давайте же теперь приступим крупным улицам и отправимся снова фэрбэнкс перед этим еще раз глянем как выглядит окраина города въезд на крупной трассе в город посмотрите как сильно разнятся картинки отправляемся на крупную улочку и один из перекрестков он все-таки больше напоминает тоже какую-то автомобильную крупную трассу которую мы смотрели в начале но может быть за счет плотности и характера самого региона это все так и будет выглядеть но мы посмотрим две улицы и вот первая из них выглядит таким вот образом дорожное покрытие вижу неплохое обочина конечно не идеально но на четверочку пойдет учитывая что мы видели в целом как в россии так и в сша то сойдет тактильная плитка безбарьерная среда здесь люки вот так вот вмонтированы что касается проводов то здесь я уже вижу ситуацию не в лучшую сторону имеется воздушные провода вот эти вот так называемые сопли на деревянных столбиках при этом но и в целом в сша зачастую особенно в частном секторе имеются воздушные проложенные электрические сети это конечно наверное такой существенный недостаток в плане цивилизованности соединенных штатов но возможно это когда-то изменится как россии так и соединенным штатам предстоит решать данный вопрос если они хотят быть современными странами ну и вот этот вот сетчатый забор тоже непонятно зачем он здесь расположен особенно когда тротуар отделен от автомобильной трассы тоже очень интересно может быть какие-то случаи уже были я даже не знаю какого рода но что-то здесь с этим связано в общем дорожная инфраструктура вообще не вызывает практически никаких вопросов да может быть не идеально насколько в основной части соединенных штатов но все-таки все аккуратно главное что имеется и безбарьерная среда и тротуар где нужно и парковки заасфальтированы в этом плане все очень хорошо можно придраться к газонам да здесь опять же на границах с тротуаром имеются какие-то затоптанные участки коммерческие здания вполне обычные для этой страны ничего особенного и вот мы здесь находим одну из заправок таким вот образом она выглядит одна из крупных улиц якутска посмотрим как здесь обстоят дела в этом вопросе видим уже такой вот металлический суровый фасад ну хоть покрашен в приличный цвет это уже хорошо это такая наверное своего рода реновация по поводу дороги я вижу что асфальтированное покрытие довольно неплохое хоть имеется вот такие вот неприятные для глаза лужи на обочине газон это тоже без комментариев просто кусок земли но само асфальтированное покрытие очень даже неплохое и уж точно не хуже чем соединенных штатах которые мы посмотрели имеется такой своего рода вариант без барьерной среды ну если это юзабельно скажем так то это хорошо газон оставляет желать лучшего здесь непонятно что видимо сточная канава закрыта такими вот старыми советскими плитами на обочине тоже кусты с такими вот старыми домиками под запущенными выглядит тоже не лучшим образом здесь напрочь затоптан газон то есть в аляске мы могли придраться что окраина газона затоптано чего зачастую не увидишь в остальной части сша то здесь это еще хуже плитка не такая уж и плохая смотрите какая интересная круглая решетка видимо на скорую руку сваренная из подручных средств и фасады вот таких вот зданий они тоже весьма неплохо смотрятся обратите внимание как реновация сдалека выглядит и это тоже не так уж и плохо к чему бы я мог бы придраться это к этому зданию само здание может и не настолько плохое особенно по своим формам смотрите как интересно она таким полукруглым углом идет но огромное количество рекламы вот это серьезная претензия в остальном если поработать над вот этими вот грязными обочинами запущенными участками газонов где идут какие-то коммуникации с которыми тоже стоит поработать или просто их убрать то и чтобы это просто приобрело какой-то божеский вид то было бы вполне неплохо немного прервемся на частный сектор того или иного города и посмотрим как же все это выглядит один из районов города фэрбэнкс и вот таким вот образом все это смотрится да конечно здесь уже чувствуется большое отличие от крупной улице как будто я попал совсем другой город не сказать что крупная улица выглядела в этом городе ужасно но и ничего особенного я там не увидел если в рамках сша сравнивать то вообще никуда не годится крупная улица а вот частный сектор здесь действительно очень я бы даже сказал живописный посмотрите какое большое количество растительности все ухоженно хвойные деревья придают изюминку этому району при этом имеется и надлежащая инфраструктура это пожарный гидрант выкрашен он в цвета украинского флага это и ливневки этой тротуар это и вполне неплохое дорожное покрытие при этом сама улица широкая ровная с безбарьерной средой это тоже все очень хорошо и самое главное что здесь нет заборов то есть они вроде бы имеются например если вот сюда мы подойдем конечно не самый худший пример но тем не менее без заборов особых все это выглядит намного приятнее вот опять же упомянули забор и здесь мы его встречаем что здесь так и здесь так что конечно спорный момент но без заборов мне нравится больше вот как зеленая такая ограда в виде кустов эдакий такой финский вариант ну деревянный забор был не самый худший к чему тоже думаю сильно не стоит придираться посмотрите какие красивые патио расположена рядом с такими вот маленькими домиками домики вполне обычные для соединенных штатов я бы даже сказал пример эдакий бедных слоев населения но выглядит все приятно аккуратно и сам район выглядит достойно особенно вот здесь газон выглядит прямо как ненастоящий то есть ощущение что его на подбор на заводе сделали и постелили ну естественно это скорее всего настоящая трава просто очень хорошо ухожена да вот эти вот сетчатые заборы конечно подпорчивают картину вот порадовался в начале что нет заборов но вот они все больше и больше попадаются и конечно это наверное единственное что испортило впечатление об этом районе в остальном это твердая пятерка также мы не будем уходить куда-то на окраину чтобы посмотреть частный сектор и мы взглянем на него примерно в гуще самого города и вот таким вот образом выглядит один из районов с частными домиками в городе якутск ну что хочется отметить из отличий которые мы видели в городе фэрбэнкс качество дорожного покрытия здесь отсутствует асфальт имеются такие вот большие занижения то есть сама дорога формировалась не по уровню вследствие чего образуются такие вот большие лужи но я даже сказал не лужи а водоемы по поводу тротуара здесь отсутствует тротуар нет ни из каких-то плит не из земляного покрытия то есть поначалу я думал что из земли сделали тротуар и он как бы немного сливается с дорожным покрытием но все таки вижу что он тоже отсутствует имеется какие-то элементы в виде покрышек на дороге видимо этот автомобиль и его в свое время потерял когда парковался в этом месте и вот до сих пор он так стоит что хочется отметить по поводу газонов на газоны ставят автомобили травой не стригут конечно спорный момент кто-то скажет что зачем стричь газоны это естественный вид природы но мне кажется это выглядит немножко под запущено да если это формировать как-то более сносно то это будет конечно выглядеть хорошо но здесь я бы как минимум постриг бы газона лучше бы его как-то оградил что касается самих дворов здесь большие высокие заборы конечно они имелись и в аляске но здесь они еще более высокие из какого-то не совсем визуально приятного материала да эти заборы на самом деле финансовой точки зрения даже дороже намного чем те что мы видели в аляске потому что там были обыкновенные сетчатые но опять же как я говорил что лучше бы этих заборов там и не было они портили впечатление то здесь этот эффект еще больше усиливается имеются и вот такие вот бесхозные участки это выглядит еще хуже какие-то куски шифера какой-то мусор раскидан здесь вот такого вот образца гараж из каких-то металлических листов вот деревянные домики но знаете не самый конечно худший вариант но какой-то сумбур присутствует но здесь и не самый худший дворик то есть из всех заборов это самый наиболее приятный давайте снова через этот водоем проскочим оценим еще порцию фасадов имеются деревянные домики но конечно не самый худший вариант здесь вот с какими-то изысками такая вот деревянная балюстрада интересная мне вот не понятно что здесь происходит с автомобилями то есть как будто этот автомобиль он изо всех сил пытался довести вот этот вот материал из металлических труб и вот он кое-как это все дотащил то ли из-за того что слишком тяжелая ноша оказалась то ли из-за того что качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего либо откуда-то упал вот этот вот тяжеленный деревянный забор видите то есть придавила прям автомобиль и остался доживать свои дни в общем здесь улица полна загадок обшиты домики с сайдингом конечно спорный вариант фасады домиков может быть не настолько плачевная в принципе в рамках даже не самых худших частных районов россии но вот забор но это просто ужас то есть даже металлический профиль его умудрились сделать так что он выглядит убога то есть почему его нельзя было поставить как-то вертикально то есть как-то наискось все обрезали по налепили это просто полный ужас ну и снова вернемся крупным улочкам и здесь я нашел один из оживленных районов то есть это не обязательно крупная улица здесь мне удалось найти на более узкой дороге такой вот относительно оживленный район при этом имеется и вот такие вот многоэтажки которые кстати говоря ничем не лучше тех что мы видели в якутске имеется такая вот многоэтажная парковка многоуровневая довольно приятно смотрится хорошее сооружение такие вполне серенькие магазинчики ничем не примечательные вот эти смотрятся более интересно дорожная инфраструктура здесь у меня абсолютно никаких претензий это на голову выше чем то что мы видели в начале в этом городе вернее первая крупная улица которая была неплохие газоны аккуратно ухожена множество каких-то коммуникаций такие вот аккуратно поставленные щитки здесь какие-то трансформаторы стал бы отсутствует уличная паутина из этих вот проводов ну в общем здесь у меня единственная претензия вот именно если рассматривать его как современный город а это действительно очень такая современная картина посмотрите на эти фасады хоть конечно америка и не славится красивой архитектурой но все-таки имеется достойный вид вот только к этим фасадом я могу придраться здесь прямо в какой-то советский союз попадаешь какие-то вот такие вот примитивные советские витрины но все это находится в такой вот современной среде посмотрите пожарные гидранты безбарьерная среда тактильная плитка все из цветных материалов сделано ухоженные деревья тротуары красивые здесь у нас имеется многоэтажный район такая вот парковка асфальтированная красивые газоны безбарьерная среда имеется дорожная инфраструктура вполне неплохая да единственное что здесь можно придраться это опять же воздушные провода их не так уж много конкретно в этом месте но все-таки они имеются так что тоже мы сейчас в якутске посмотрим как выглядит многоэтажный двор конкретно в фэрбэнксе американском это все выглядит таким вот красивым образом неплохой фасад чистый красивый балкон и то есть в этом плане здесь никто не додумался застеклить это все изуродовать захламить любуйтесь и делайте выводы ну и пока не забыли про многоэтажные дворы отправляемся на один из небольших многоэтажных дворов в городе якутск и у таким вот образом он выглядит но в первую очередь видим что это домики деревянные двухэтажные с такими вот деревянными подъездами видно что проведен газ то есть можно сделать вывод что довольно успешный район поскольку не в каждом районе имеется газ видимо поэтому трубы именно желтого цвета чтобы это лишний раз подчеркивать что касается самого двора то здесь нет никакого покрытия парковки из земли то есть похожая ситуация что и в частном секторе этого города но здесь еще и вот такая вот большая мусорка без контейнеров то есть содержание мусора ведется прямо на земле видимо здесь был какой-то импровизированный квадратный мусорный контейнер но он переполнился видимо вовремя не вывозили мусорах здесь уже и холодильники вот такие вот появляться стали в общем в плане двора сами видите и в плане газона все заросшие замусорено такие вот одинокие гаражи тоже стоят интересно даже используют ли их или уже они заброшены ну и еще одна крупная улочка посмотрим как она выглядит видим здесь вот такой вот интересный мост посмотрите из таких вот металлических свай ну и в целом мост исполнен довольно необычно видите достойный тротуар перила есть вот такая вот брусчатка идет по всей видимости тепломагистраль конечно портит своим видом но хотя бы она замаскирована с помощью этого интересного моста это уже тоже хорошо но хочу подметить что все что выходит за рамки этого непосредственно моста у нас идет уже бездорожье то есть видите здесь была брусчатка здесь она уже закончилась и какие-то непонятные земляные покрытия с такими вот газонами заросшими столбики таким вот образом они выглядят чуть дальше мы видим тоже что имеются какие-то магазины торговые точки если фасад еще более-менее как-то смотрится ну не сказать что привлекательно но и хотя бы нет в этом разрухе то рядом тротуар сами видите в каком плачевном состоянии такие вот переходы через тепломагистраль к многоэтажным зданием такие вот заборы ларьки а здесь таким вот образом выглядит магазин продукты тоже конечно зрелище не из приятных сложно здесь что-то такое подметить за что можно похвалить но может разве что имеется хоть для галочки но все-таки тротуар и дорожное покрытие хотя бы обеспечено асфальтом хоть и не самым лучшим в остальном конечно здесь все довольно печально поэтому давайте закончим такими вот видами на реку лена рядом с городом якутск такой вот получился у нас видеоролик обязательно поставьте лайк чтобы видео продвигалась для меня это очень важно также поделитесь со своими друзьями и знакомыми а также в различных соц сетях ссылкой на мой видеоролик для меня это очень важно я вам за это очень благодарен также очень хорошо что мы реализовали сравнение с якутском еще раз спасибо огромное заказчику за стимуляцию выхода данного видео ну и до скорого увидимся в следующем видео а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»